Вид из зада. А, все, пи***. Снимаешь? Давай по новой. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня мы снимаем вот такой вот отличный автомобиль Hi-Fi Z. И огромное спасибо хотим выразить Lamba Club Buy за предоставление данного автомобиля. Все ссылочки на них будут в описании. Данный автомобиль вы можете взять в аренду по очень хорошей цене. Китайский электрический автомобиль. Хоть и на автомобиль он не похож, больше он похож на какой-то космический корабль. Стоят здесь электродвигатели, которые разгоняют данный автомобиль за 3,8 секунды до 100 км в час. Крутящего момента у него 840. То есть эта машина не то что быстро, она еще может скопать кому-то огород. Установлено кучу камер и других функций, о которых мы немножко поговорим попозже. Вот такие огромные 22 диски. Вы просто посмотрите на этот дизайн. Да это действительно какой-то кованый космический корабль, на который летает данный автомобиль. Машина стоит примерно 200 тысяч долларов. Новая это уже здесь у нас в государстве. Немало, соглашусь, немало. За эти деньги можно взять Берседес, Бэху. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Машина очень хорошая, комфортная, выполнена из самых качественных материалов. Например, кожа натуральная, естественно, натуральная алькантара и кучу-кучу премиум материалов. Не какой-то пластик, а, например, идет уже алюминий или какие-то металлические вставки. То есть этот автомобиль собирался ровно так же, как и премиум автомобиль. Не на дешевых материалах. Как и спереди, так и сзади здесь установлены тормозные диски. Огромные, вентилируемые, жирные, для того, чтобы вы хорошо смогли затормозить. Задняя часть автомобиля выглядит вот так. На самом деле, по клиренсу он очень высокий. И даже если вы любите ездить на дачу, как говорят у нас в дачник, то для вас этот автомобиль пойдет. Вы будете роскошно ездить к себе на дачу. В плане багажника этот автомобиль небольшой. То бишь, пару коробочек влезет. Либо мешок картошки. Можно открыть. Открывается он, естественно, с кнопочки. И вот так вот автоматически и поднимается, и опускается. Ну, естественно, для этого автомобиля было бы очень печально, если бы он механически поднимался и открывался. Потому что все-таки это космический корабль с крутыми инновациями автомобилестроения. Закрывается он на кнопочку. Все выполнено, опять же, с алюминием. Стоят кучу защит, чтобы не прижало пальчики вам по оптике. Оптика у нас вся диодная идет. Также у нас здесь два монитора идет, к которым вы можете выводить любые слова. Можете написать здесь спасибо. Либо, как некоторые у нас делают, показывают средний палец. Типа, ты меня там не пропустил или еще чего-то. Вот. Так что вот этот раз и второй монитор, это как раз-таки для того, чтобы выводить что-нибудь. Такая сплошная у нас диодная оптика, которую... Вот это стопари, это у нас поворотники. Здесь из-за того, что ничего не видно, нету заднего стекла. У нас стоит в зеркале заднего вида камера. Ну, то бишь, вот она. И в зеркало заднего вида мы видим как раз-таки вот этот вид из-за до. Или из... Как это правильно сказать? Три. Ключ-карточка у нас NFC. Ну, как и в многих современных автомобилях, как Tesla или новых электрических автомобилей. Также ключ можно привязать к мобильному устройству, и вам не нужно будет его с собой носить. Дверь у нас открывается, как в Rolls-Royce. Это роскошь данного автомобиля. Нажимается и открываются все двери по кругу с кнопок. Нету никаких ручек. И проблемы зимой с замерзанием ручек, вот этих подвижных, как в Tesla Model S, либо Tesla Model X, таких проблем не будет. Вот нажимаем кнопочку, автомобиль сам автоматически открывается. Естественно, если бы здесь было препятствие, он не открыл до такого момента. Закрывается... Раз, два, три. Закрывается данная дверь, как и механически, так и автоматически. То есть она с автоматическим дожимом. Если я вот так ее немножко пихну, она пойдет сама и закроется аккуратненько. Передние двери открываются ровно так же, как и задние. То есть кнопочки и автоматически. Давайте проверим, откроется ли дверь, если я буду в качестве препятствия. Нажимаю на кнопочку и откроется, либо ударит она по мне. Нет, видите, она сыграла. И как я вам ранее говорил, что куча защит и датчиков на этом автомобиле. Вот это вот часть по боковым дверям, в котором вы думаете, что это какие-то декоративные молдинги. Нет, вы ошибаетесь. Это экран. Диодные экраны цифровые уже, на которые можно выводить, что вы хотите. Это будет бегущей строкой. Вы можете написать подписывайся на Влад Вейн. Вот эта бегущая строка во время всего твоего передвижения будет бегать. Подпишись на меня, мой канал Влад Вейн. То есть это очень крутая технология. Ну, больше это понты, потому что, в принципе, никакого другого смысла этого не имеет. Ну, зачем тебе в боковых дверях, как бы... Экран. Ну, что, давайте переместимся в салон и посмотрим, что же нам подготовили китайцы там. Ну, а в салоне она выполнена вот в таких крутых цветовых решениях. Выполнено все из натуральной кожи и элькантары. Руль у нас выглядит вот в таком вот недоштурвале. Напоминает, если честно, очень руль кибертрака. Кто видел уже инновацию кибертрака, то ты поймешь, что вот этот ромб очень схож. Также у нас есть здесь диодная линия отсечки. Хотя, зачем она здесь, непонятно. Имеем мы внутри салона проекцию крутую. Очень крутую проекцию, которая показывает нам и температуру автомобиля, и разгон автомобиля, ну, и кучу другой информации. Встречает нас здесь вот такой огромный экран с многими настройками. Ну, из минусов сразу я скажу, что вот это вот идет глянцевая вот эта вот вся панелька, как и здесь, так и там. И вот вы можете заметить здесь вот этот алюминий, который я говорил, да, это действительно настоящий алюминий, никакой не крашеный пластик. На ощупь даже ощущается, как алюминий. Ну, просто посмотрите, минус этого, то, что он очень маркий, он весь вымазанный. Также здесь вот эти вот глянцевые вещи, все они тоже очень вымазаны. Ну, то бишь, это минус всех современных автомобилей, как я и говорил. Здесь вот такая беспроводная зарядка для телефона, кстати, очень аккуратная, прямо под телефон, то есть даже Pro Max какой-то сюда вот влезет спокойно. Имеем вот такой вот дефлектор в виде кристалла с брендингом Hi-Fi, HIP-FI, как называют, подстаканчик. Здесь имеем еще один подстаканчик. Кнопочки все имеем, вот очень схожи на мерседесовские. Здесь мы имеем бардачок маленький, все даже вот тут бархать о таком прекрасном. Также вы можете посмотреть, у нас здесь есть камера, которая смотрит на наш задний ряд и контролирует детей. Вы можете вывести на экран эту камеру и контролировать, как едут ваши дети, что они там делают. Также есть какой-то датчик, очень сильно похож на какой-то, как будто отпечаток пальца. Не знаю, возможно, это есть какая-то функция такая, либо это что-то такое, но честно, пока я не дошел к этому. Возможно, это просто какой-то фонарик. Также полностью у нас панорамная крыша открытая, без каких-то шторок, без ничего, полностью вся затонирована. И также есть газовая тонировка. Кто не знает, что такое газовая тонировка, то бишь сейчас она вот в таком цвете, можно ее сделать светлее или еще темнее при помощи газации. То есть нажимаете кнопочку и газ внутри стекла распространяется и делает стекло еще темнее. Минус при открытии дверей, которых я заметил и мне не понравился лично. Когда нажимаешь кнопку здесь, дверь начинает открываться, ну естественно звук, то есть она очень тяжелая. Ты ее хочешь остановить, чтобы тебе не нужно, чтобы она полностью открывалась, и она тянется в милицию, ну обратно. То есть вот эта машина замешательств, и не понимает, что же ей сделать. То есть она открывается полностью, но я не хочу, чтобы она открывалась полностью. Я хочу, чтобы она открылась так. Я чуть-чуть тяну, и она начинает закрываться. Я хочу открыть ее опять, и она вот начинает вот так гулять. В общем, это огромный минус. Лично для меня это минус, и мне это не нравится. Если бы вы сидели в этой машине, и вы бы меня просто могли понять. К сожалению, я на словах не могу так передать, как я это чувствую. Ну в общем, смотрите, я просто открываю дверь, все, я ее хочу притормозить, но она, видите, она отскакивает, и не понимает, что ей делать. Она дергается. То ли открываться и дальше, то ли закрываться и обратно. В общем, огромный минус. Мы переходим в задний ряд сидений. Задний ряд сидений у нас выполнен вот под такой вот дизайн Maybach. Но скажу удобством, тут даже не пахнет Maybach. Либо, как там заявляет Rolls-Royce, ведь дверь у нас открывается в бок, когда будем выходить, я вам обязательно это покажу. Но скажу так, некомфортно, ужасно. Лично для меня. В принципе, колени не упираются, такая вот, ну, посадочка такая вот. Вот ты садишься, проваливаешься. Но вот как-то мне не лежит душа. Я более привык к нашим таким вот. Ладу сел, вот нормально в потолок уперся. Вот это нормальная посадка здесь. Ты должен ехать так как-то полулежа. Вот тут поджопник этот упирается в жопу. Лично для меня, лично с моим ростом, мне не устраивает. Ну, мне не нравится данная посадка. В принципе, для детей, либо для кого-то небольшого человека, очень удобно будет. И еще, почему я заметил, почему мне неудобно, потому что здесь, в данном автомобиле, сплошной пол. Без каких-то вот этих порожек. То есть, дверь открыл, сел, все, у тебя идет пол. То есть, без каких-либо проваленных порогов. Также встречает у нас здесь монитор. Огромный, вот такой крутой, реально стильный. Вот мне нравится вот этот вот подлокотник, который поднимается, нажимая на кнопочку. И здесь у нас два USB-порта на Type-C и беспроводная зарядочка. Также вот туда уходит вдаль вот у нас такой вот бардачок для телефона. Телефон можно зарядить здесь. Здесь у нас климат-контроль, который двухзонный, также на каждого пассажира. Выходит он отсюда. Выполнено вот здесь в таком мягком-мягком бархате, таком вот, ну, пластик, но он обшит кожей. Вот это очень классно. И он такой мягкий, комфортный, но вот маркий. Стоит у нас вот такая вот ниша еще, для чего непонятно. Небольшая ниша для каких-то аккумуляторов. Тут лежат, ну, как я понимаю, запасные ключи. Какие-то новые в коробочках еще. Сзади динамики, ну, или как, наверное, это будут считаться уже сабвуферы задние. Заднего стекла у нас нету, как я ранее говорил. У нас вот идет панорама такая. И в качестве этого мы компенсируем вот эта вот недостатка света. Минус – это маленькие двери, но двери у нас открываются с кнопочки. Вот, полностью открывается. Единственный еще минус, что задний пассажир не видит, едет ли там машина или нет. Закрываются данные двери вот по кнопочке в салоне. Как и в Ронсурочке. С первого раза не заметил, честно скажу вам. Все сидушки выполнены из натуральной кожи, перфорированной. По бокам у нас и сверху вот такие вот идут вставочки с алькантарой. Ну и, в принципе, весь салон выполнен вот в этом сдержанном космическом дизайне. То есть автомобиль не то, что выглядит круто в космическом таком дизайне, он и внутри такой, как и есть. То есть по факту это вот машина будущего. Действительно машина будущего. Вот такой вот обзор у нас получился. Опять же, хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам. Это Lombok Labai. Ссылочки все будут в описании. Эти автомобили вы можете взять в себе в аренду. Так что, если интересно, пишите по ссылочке ребятам. Хочу сказать вам спасибо большое за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь, ведь дальше только больше и лучше. Всем удачки!